Музыка и не только. Были представлены потрясающие живописные полотна. Кстати, выпускницы консерватории. Вот так удивительно все сошлось в музыкальной палитре. Я первый раз на этом фестивале. Музыкальные пейзажи по приглашению Натальи Гринес и Евгения Брахмана. Это чудесное мероприятие и потрясающая возможность для детей получить мастер-класс и позаниматься с хорошими педагогами. На мастер-классы я приезжаю в разные страны. Может быть, немного чаще, чем раньше, но по-прежнему моя основная деятельность – это концертная. У каждого человека своя степень открытости, своя, если угодно, тональность. Еще один участник проекта – Сергей Островский. Напротив, очень большое количество времени в своем плотнейшем графике уделяет занятиям с детьми. Я и преподаю, и играю соло. У меня струнный квартет Ави в 23 года. Я дирижирую. И я был концертмейстером ведущих европейских оркестров, таких как оркестр Романской Швейцарии в Женеве. Я вел лондонский филармонический оркестр BBC в Манчестере, израильский филармонический и оркестр оперы в Валенсии – три года. Так что я как бы все время, мне все это нравится, мне все это интересно. Мне приходится работать с детьми такого школьного возраста в разных странах. И все-таки пока что на территории экс-советского пространства подготовка детей гораздо выше, чем, пускай, в Испании, Швейцарии, Франции. Может быть, именно от этого наши дети и блистают на фоне многих других стран. Потому что у русского музыканта, независимо от того, какая страна значится на его афишах, все равно выработано удивительно гуманное отношение к подрастающему поколению. И они всегда бескорыстно находят время позаниматься с теми, кто впоследствии станет также славой нашей классической музыки. Арт-директор фестиваля Евгений Брахман и его друг, коллега, содиректор Наталья Гринус – блестящий пример того, как можно организовать в короткие сроки удивительно высокого уровня творческое собрание. Мне стоит только поблагодарить судьбу за знакомство, за общение с такими ребятами и за то, что в их плотном, если так сказать, плотнейшем графике нашлись вот эти буквально несколько дней. Я могу честно сказать, что даты проекта были в первую очередь заточены под расписание Кобекина, Накарякова, Островского, а дальше уже все остальное мы пытались подгадать именно под них, и мы счастливы, что это получилось. Наталья Звягинцева, Виталий Кудрявцев. Время новостей. Итоги недели.